Всем привет! Вечерний отчетный блог. Сегодня 15 день пари. Становится, наверное, все тяжелее, но мы не сдаемся, все хорошо. День был посвящен в большей степени подборке и осмыслению по двигателям, потому что тот двигатель, который мы подготовили, мы переделывали, форсировали из элифана. Был 26 лошадьевых сил, сейчас 40 не подходит. Я уже и так, и так смотрел, не подошел. Поехал к товарищу. Вот хожу с коллегой, обсуждаю необходимость использования мощного двигателя для нашего проекта. 105 лошадьевых сил, симонини, установлен на рашютном аппарате. Позволяет получить тягу более 200 килограмм. Сколько точно, неизвестно пока. Но мы в задумчивости. Стоит ли ставить такой мощный. Сейчас подбираем варианты. Тот, который у нас есть, готовый, форсированный, 40 лошадьевых сил, явно недостаточен и имеет большой вес. Есть несколько вариантов использовать на нашем беголете двигатели. Есть тяжелый, который у нас есть, эльфан. Есть полегче российский РМЗ у моих друзей. И есть вариант приобрести симонини 105 лошадиных сил. Ну, очень мощный. Но в этом случае мы будем создавать аппарат с крылом, который является аэрошютным. Сейчас у нас есть два варианта крыла аэрошют и парапланерное крыло. Паралет, так сказать. Вот мы в задумчивости, что нам лучше. Какие плюсы? Значит, симонини надежный, адаптированный под авиацию, двухцилиндровый, с редуктором, легкий и, ну, уже имеющий налет, обкаты. Вот здесь 49 лошадиных сил, РМЗ-500. В принципе, тоже небольшой двигатель. Возможно, нам подойдет. Добрый день. Приехал к Валере. Спасибо ему за время потраченное. К моему другу он делает аэрошюты, летает уже давно специалист в этой области. Обсудили некоторые варианты. Есть три варианта. Но выбор пока не пал на 100% не найден. Я думаю, что, наверное, все-таки оптимальнее будет использовать РМЗ-550. Он по весу подходит, по мощности. И позволит нам выйти в нужный вес на аппарате. Сделана основа кресла. Завтра мы отдаем шить уже его, оно получилось анатомическое, полностью под мою форму тела, чтобы было удобно ехать длительное время. Что еще? Также спасибо большое Владимиру и ребятам, производящим электрическую силовую установку. Они нам прислали электродвигатель, контроллер двигателя, регулятор и аккумуляторную батарею. Очень дорогостоящее оборудование. Но я взял попользоваться на время этого путешествия. Спасибо за помощь. Спасибо за ребята. Аэронет лучший. Я думаю, что мы сейчас сможем и разогнаться хорошо на нем, и надежность должна быть высокая. Все-таки ваши мотоциклы чемпионы России как минимум. Объем всяких рисунков, эскизов, чертежей превышает вообще разумные пределы. Завтра продолжим рассказ о том, что делается. Вот мы сейчас как раз и устанавливаем электродвигатель, подгоняем посадочные места, будем вклеивать на основе углетканевой площадки. Вот если так посмотреть, ну где-то вот так. Так что, Борисович, задумчивый. Вот наши волонтеры. Спасибо, Борисович. Пожалуйста. Сюда рады. Ну все, всем пока. Доброго вечера. Мне работать еще до утра.